Привет, друзья! Вчера на сайте Ческом стартовал нокаут-турнир с контролем времени 10 плюс 2, и я хочу показать вам партию, сыгранную между 18-летним Надербеком Абдусаторовым и американским гроссмейстером Уэсли Со. В данном поединке юный Надербек играл белыми и отправил в путь ферзевую пешку. Со отвечает продвижением Д5, на доске разыгрывается атака Тора. При случае белый готовый испортить прическу сопернику на королевском фланге. Чёрный с темпом нападает на слона, слоник убегает на А4 Уэсли, подрывает центр, белый уплотняется. И здесь сильнейшим продолжением является выпад ферзь Б6, для того, чтобы воспользоваться ранней вылазкой чернопольного слона противника, бросившего пешку Б2 на произвол судьбы. В партии же американский гроссмейстер предпочитает закончить развитие кавалерии. Абдусаторов пошёл к НД2, чёрный связывает коня, угрожая взятием на поле Д4. Надербек защищается от связки, Уэсли пробивает на поле Д2 и дальше меняется на Д4. Хоть и с некоторым опозданием королева всё-таки направляет свой взор на пешку Б2, но данная пешка уже никого не интересует. Абдусаторов просто делает рокировку в короткую сторону. Дело в том, что в случае взятия на поле Б2, белый нападает на ферзя и дальше въезжает ладёй в обжорный ряд, угрожая связкой, используя необеспеченное положение чёрного монарха. В том случае, если чёрный не забирает пешку на Б2, а меняется на Ф3 для того, чтобы съесть на Д4, то белый получает преимущество двух слонов, пешку на Д5 они так или иначе отыграют и начнут атаку на нерокированного чёрного короля. Поэтому в партии Веслиссо решил не городить огород, а просто открыл диагональ для развития чернопольного слона. На доске формируется королсбадская пешечная структура. Обычно в таких ситуациях белый атакует через центр на королевском фланге, пытается ставить мат. А чёрный организует контур-игру на противоположном участке доски, с целью создать отсталую слабую пешку и навалиться на неё тяжёлыми фигурами. Но пока что Веслиссо готовит рокировку, Надербек меняется на поле Е7, централизует коня и после размина на поле Е2, чёрный освобождает дорогу пехотинцу Борике. Абдус Сатуров тащит все игрушки в детскую, чёрный делает 2-0 и Надербек запускает Шварца. Понятное дело, что Веслиссо хочет менять фигуры, ибо чем меньше фигур на доске, тем слабее атака белых на королевском фланге. Но шахматы не шашки, брать мы не обязаны, поэтому конь возвращается на базу. Американский гроссмейстер не оставляет надежды что-нибудь поменять, вроде бы проводит двойной удар, но Абдус Сатуров жертвует пешку ходом ферзь С2. И здесь чёрным нужно было срочно пойти А6, защищаясь от выпада конь G5. Но наплевав на безопасность и жизнь своего царя, чёрный генерал решил заняться набиванием карманов, пока есть такая возможность. А в это время Шварц продолжает свой марш-бросок, конь убегает на поле Е7, белые создают угрозу мата в один ход, и приходится ещё больше ослаблять своего короля. Надербек пробивает на G6, в случае взятия пешкой можно подключить сердзя к атаке через линию Аш. Так что в партии Веслисс забирает на G6 конём, пехотинец Фёдор вступает в битву на оборонительной ладья Е8, Абдусаторов вонзает пешку на F5. Под боем конь создаётся три нападения на поле Е6, поэтому чёрный забирает на F5, Абдусаторов меняется на Е8 и создаёт угрозу мата в два хода. Чёрный защищается от немедленной экзекуции, но тем не менее их позиция быстро разваливается. Создаётся угроза мата в несколько ходов, после взятия на поле B2, Абдусаторов пробивает на D5, на оборонительной Ферзь B6 выписывает шахец. Здесь, конечно, можно было немножко побегать корольком, но после хода кони F5 белые забирают на Е7, проводят двойной удар и остаются с чистой лишней ладьёй. Поэтому, видимо, в партии американский гроссмейстер решил не мучиться, пошёл король H8 и получил матец на G8. Итак, Надербек одержал победу не только в этой партии, но и в целом матче и вышел в полуфинал на Ароняна. Напишите в комментариях ваш прогноз на данный турнир. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки Константину Артсиоменко, а также Ивану Демьянюку. Поддержите же его видео лайками, репостом и до следующих встреч.